На днях разработчики отечественного сетевого шутера Pioneer наконец-то показали дебютный геймплейный трейлер. Мы о нем рассказать, к сожалению, не успели, так как ролик вышел аккурат после того, как предыдущие новости уже были готовы. А потому и справляемся сейчас, и заодно рассказываем первые подробности, коими успели поделиться авторы проекта и студии GFA Games. Для начала, релиз Pioneer пока еще запланирован на 2023 год, но точная дата выхода не сообщается. В проекте не будет реализован открытый мир в привычном понимании, однако локации ожидаются поистине масштабными и довольно разнообразными. По утверждению разработчиков, мир игры будет поделен на регионы, а размер некоторых областей будет достигать 10 квадратных километров. Локации будут иметь отличия как с точки зрения визуальной, так и в плане содержащегося внутри них игрового контента. Известно, что студия закончила работу над уже пятью крупными поселениями, каждая со своим уникальным дизайном и NPC. В этих городах уже сейчас можно пройти некоторые квесты и события. Среди прочего стали известны и другие детали. Например, саундтрек Пионера будет иметь продолжительность более двух часов, а главную тему записал коллектив под названием Ansea Orchestra. Разработчики отметили, что в приоритете не размер игрового мира, а интересные активности внутри него. Бери в пример Ubisoft. По сюжету игрок примерит на себя роль первопроходца, а прогресс прохождения напрямую связан с продвижением экспедиции игрока вглубь острова. Механики смерти и возрождения персонажа имеют логическое обоснование и сопровождены отдельным игровым элементом. А для игроков, предпочитающих играть в одиночку, в игре предусмотрен специальный функционал, приближающий ощущение от прохождения, соответственно, к одиночному. Пионер создается на мощностях движка Unreal Engine 4 для платформы ПК. Касаемо релизов игры для консоли, информации пока не было. Если верить инсайдерской информации, грядущая игра в известной гоночной серии Test Drive Unlimited с подзаголовком Solar Crown существенно задерживается. Сам издатель информацию не подтвердил, однако есть много признаков того, что авторы хотят доработать игру и выпустить в более подходящий момент. Проект был анонсирован еще в 2020 году, а в начале 2021 был показан первый трейлер. Несмотря на то, что тем самым слухи о разработке игры тогда подтвердились официально, точной даты выхода как не было тогда, так нет ее и до сих пор. Ранее игра ожидалась в конце этого года, но, согласно последнему документу от издательства Nacon, нынче релиз стоит ждать где-то между февралем и мартом 2024. Конечно, перенос Solar Crown на начало следующего года может быть даже справедливо обоснован, потому как 14 сентября этого года выходит The Crew Motor Fest от Ubisoft, а 10 октября на полки попадет и Forza Motorsport. Следовательно, во избежание нежелательной конкуренции можно игру чуточку и перенести. Также из последней информации известно и то, что недавно был проведен плейтест проекта, но тем не менее, на какой именно стадии сейчас находится игра, пока все еще понять сложно. Друзья, если ваш возраст уже перешагнул 50-летний порог, советуем брать пример с героя этой новости. Так, некий мужчина-геймер последние 15 лет зря времени не теряет. Валяться без дела на диване и жаловаться на вездесущие болячки вообще некогда, так как он активно и весьма успешно играет в игры серии Call of Duty, а если точнее, то в часть с подзаголовком World at War. Об этом с гордостью сообщил зять игрока на форуме Reddit. Дабы не быть голословным, пользователь прикрепил скриншот подтверждений игровой статистики тестя, согласно которому выяснилось, что оказывается тот за все время игры World at War совершил почти полмиллиона убийств в сетевом режиме, из которых почти 20 тысяч были вызваны выстрелами в голову. Данный топик вызвал активное обсуждение, что в итоге привело к ностальгическим воспоминаниям геймеров о славных временах покорения данной части Call of Duty. Она, к слову, вышла аж в 2008 году и представила ряд нововведений, позднее получивших развитие в таких сериях, как Modern Warfare и Black Ops. Среди таковых — полноценное появление зомби-режима. Что любопытно, World at War и по сей день имеет активный онлайн в Steam. В шутерах Activision ежедневно играет в среднем от 400 до 600 человек — это, если верить статистике, SteamDB. Различного рода утечки и спекулятивные сообщения касаемо ремастера оригинального Red Dead Redemption в последнее время заполонили интернет. Один известный инсайдер и вовсе уверяет в том, что самый что ни на есть официальный анонс очень даже вероятен и состоится в ближайшее время. Бывший редактор IGN Колин Мориарти в рамках своего подкаста Sacred Symbols поведал, что имеет на руках доказательства того, что то ли ремастер, то ли ремейк RDR находится в активной разработке руками Rockstar и, скорее всего, будет анонсирован в середине августа. Мориарти пояснил, что к нему, так сказать, за кулисами пришел некий важный человек и рассказал кое-что, что определенно доказывает существование новой версии проекта. Не исключено, что анонс состоится уже в августе. В целом, журналист не сказать, чтобы сильно удивился подобному повороту событий, так как рейтинговая комиссия Южной Кореи не выставляет оценки играм просто так. Но здесь же недавно они это сделали. Инсайдер также подчеркнул, что, вопреки расхожему мнению, игра вовсе не отменялась из-за негативно принятой GTA The Trilogy. Отнюдь, разработчикам просто дали больше времени на полировку, потому как ожидания игроками ремастера первого RDR довольно высокие, и второго блина комом от студии они вряд ли уже простят. Как бы то ни было, все эти потрясающие новости еще не гарантируют того, что первый RDR, даже если получит обновленную версию, доберется до, пожалуй, самой народной игровой платформы. Вполне себе может статься, что Rockstar проигнорирует выпуск игры на ПК, или же сделают это намного позже, заставив ПК-бояр терзаться в ожиданиях заветного релиза. В данной ситуации, если совсем уж не втерпешь, на выручку может прийти давно уже существующая версия, запускаемая с помощью эмулятора. Уже предвкушаем возмущение некоторых. Да, это отнюдь не идеал, но имеем, что имеем. Кроме того, благодаря усердным стараниям модера под ником VTSR, нынче появилась возможность сыграть в данную версию при помощи клавиатуры и мыши. Наработки можно скачать прямо сейчас на GitHub. Работоспособность обновления иногда еще подводит, но и автор не стоит на месте, продолжая работать над обновлениями и исправлениями своего детища. Помимо непосредственно самих необходимых для работы файлов, по ссылке находится также и подробный мануал по установке. Однако при всем при этом не стоит забывать, что для запуска Red Dead Redemption на самых высоких настройках графики рекомендуется довольно мощный компьютер, как ни крути, но того требуют нюансы эмуляции. Об официальном ремастере любимой многими адвенчуры о семейке Симпсонов The Simpsons Hit'n'Run вовсе нет никаких вестей и вероятность его, прямо скажем, на сегодняшний день не слишком велика. Однако сей факт не заставляет отчаиваться Мика Гордона, композитора безбашенных музыкальных партитур для Doom, Wolfenstein и Atomic Heart. Тот ненавязчиво призывает кого-нибудь сделать ремастер проекта путем публикации соответствующего поста в своем твиттере. Студия Radical Entertainment, ответственная за релиз данной игры, позже отметилась довольно неплохой идеологией прототипа, а также поработала с Bungie в создании боевика Destiny. Но, пожалуй, как раз таки Hit'n'Run, среди прочего, останется единственной культовой классикой, разработанной радикалами. Так, созданная под вдохновением серии GTA, данная забавная песочница прекрасно передавала дух сериала, несмотря на реализацию в честном 3D. В ее озвучивании принял участие весь оригинальный актерский состав, что только добавило игре в аутентичности. Часто в проекты по мотивам приглашают сторонних актеров. Посмотрите хотя бы на игровые воплощения Человека-паука Рэйми. Кстати, недалее как в марте этого года ведущий дизайнер оригинального проекта Джо МакГин уверенно заявил, что команда с удовольствием посмотрела бы на ремейк, что бы это тогда не значило. Однако теперь вот сам великий ужасный миг Гордон выступает за ремастер, поэтому позволим себе поспекулировать и предположить, что кто-то таки имеет в быть может хоть и не самых скоротечных планах, но все же запустить творческий процесс. Это было бы весьма кстати, ведь с момента выхода игры прошло почти два десятка лет. И сейчас, на фоне шквала ремейков, среди которых ни много ни мало Silent Hill 2, Dead Space, Resident Evil 4 и Metal Gear Solid 3, вернуться в обновленный Springfield было бы ой, как актуально. Пусть хоть и в виде более простого в плане реализации ремастера. Если вы не только увлеченный геймер, но к тому же еще и заядлый коллекционер, то для вас определенно есть отличная новость. Компания Dark Horse, что занимается не только изданием мрачных комиксов, но и выпуском мерча, в коллаборации со студией Bethesda объявила о скором релизе фигурки Палач Рока по мотивам боевика Думы Терну. Характеристики ее следующие. Высота изделия составляет 30 сантиметров, а помимо самой статуэтки, содержится и весь легендарный арсенал оружия знаменитого Истребителя нечисти. Дизайн фигурки в классическом виде притора и, как заявлено, обладает огромным количеством точек артикуляции. Иными словами, будет очень подвижной. В комплекте также ожидается набор из семнадцати сменных аксессуаров, что содержит потерянную душу в акриловом держателе, четыре левые руки и четыре правые. Но и это еще не все. В числе представленных восьми видов оружия можно будет найти наплечную пушку, клинок Палача, BFG-9000, бензопилу, горнила, тяжелую винтовку, плазменную пушку, а также двустволку с крюком. Если данная номенклатура вас заинтересовала, то важно будет знать и то, что фигурка будет представлена эксклюзивно на Dark Horse Direct и не поступит в массовую продажу в магазины. Лимит доступных ограничен количеством 666 штук, что довольно символично. Стоимость тоже известна. Она не так, чтобы прям кусается. Заявлен прайс в 295 вечно зеленых. Видели мы, к слову, варианты и подороже. Прием предварительных заказов уже открыт. Поставка же он и ожидается в период с ноября этого года по январь 2024. Закрытие мобильных игр на сегодняшний день уже мало кого удивишь. Разработчики и издатели сворачивают свои проекты довольно часто. Причиной того может стать абсолютно что угодно. Так вот, не обошел тот печальный недуг стороной Just Cause Mobile. Слыхали про такой? Нет? Вот и мы, честно говоря, тоже. Но игра вполне себе была, хотя и была доступна отнюдь не везде. Мобильное ответвление популярной серии про безбашенного наемника Рика Родригеса находилась в активной разработке с 2020 года. Но с тех пор полноценный выход неоднократно переносился. Задержки то происходили ввиду плохо отложенного производственного процесса, то по причине злосчастной пандемии коронавируса. Первоначальную игру вообще планировали запустить в 2021 году. И да, Just Cause Mobile так и вошла в ранний доступ в декабре 2021. Для начала в Сингапуре, а несколько позже добавилось еще несколько регионов из Юго-Восточной Азии. Но, как оказалось, производственные проблемы как были, так и остались. В декабре 2022 появилось еще одно объявление о переносе на неопределенный срок. А теперь команда, похоже, окончательно сдалась, не вынеся всех вышеупомянутых тягот. Было выпущено официальное объявление о закрытии игры, в рамках которого менеджер сообщества Just Cause Mobile N.L.O. оставила следующие слова. «С большой грустью мы объявляем об окончании разработки Just Cause Mobile. С 3 июля 2023 года игра больше не будет отображаться в цифровых магазинах. Никогда не бывает легко сделать объявления такого рода, особенно для наших фанатов, ожидавших релиза. Мы искренне ценим поддержку, которую вы нам оказали». Звучит все это грустно и печально, но, к сожалению, таковы суровые реалии игровой индустрии. И ничего с этим поделать, пожалуй, нельзя. Выживает, как говорится, сильнейший. Компанию Nintendo, похоже, можно в очередной раз поздравить. Потому как портативная игровая консоль Switch уверенно перегнала по доходам от продаж и монетизации за 2021 год всех ближайших конкурентов на рынке. Речь, разумеется, о Sony и Microsoft. Данные, подтверждающие информацию, были обнародованы… Как думаете, где? В рамках федерального дела FTC против Microsoft, разумеется. Кто бы и в самом деле мог подумать. Собственно, на основании он их можно с уверенностью сказать, что в то время как Microsoft погрязла в судебных тяжбах, а Sony все пытается как-то этому безобразию воспрепятствовать, ребята из Nintendo вновь почивают на лаврах, и в данный момент нет ничего серьезного, что как-то могло бы этому помешать. Уже сейчас Nintendo превосходит Sony по доходам от издательской деятельности на 3,8 миллиарда долларов. И тем более обгоняет Xbox, что в списке доходов игровых студий не входит даже в первую пятерку, со своими жалкими 1,3 миллиарда долларов. Добавим, что в пятерку лидеров по продажам цифровых товаров наряду с Nintendo входит также Electronic Arts, занявшие второе место, и Take-Two Interactive на третьем, а следом за ними расположилась Sony и Activision Blizzard. Хотя, быть может, радость ушлых боссов из Nintendo продлиться не так уж и долго, потому как на рынок портативных игровых приставок грядет очередное пополнение. Например, новинка от компании Ioneo, что твердо намерена пополнить нишу консолей такого формата своей моделью под названием Air 1S. По имеющейся информации, новинка может похвастаться своей компактностью вкупе с высокой производительностью. Аппарат будет оснащен восьмиядерным 16-поточным гибридным процессором AMD Ryzen 7 7840U с тактовой частотой до 5,1 ГГц и мощной графикой Radeon 780M. Нюанс, правда, тоже имеется. Производитель решил ограничить мощность APU до 20 Вт в автономном режиме и 25 Вт при подключении к питанию. Габариты Ioneo Air 1S будут такие – 224х90х21,6 мм, что несколько меньше, чем у Nintendo Switch. Масса составит 450 граммов, а AMOLED дисплей получит размер 5,5 дюймов с поддержкой Full HD. Помимо прочего, аппарат содержит батарею емкостью 38 Вт-часов, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, интерфейс USB 4 и слот для карты памяти microSD. Что касается цены, а также дата выхода консоли, всё это обещали озвучить несколько позже. Игровая выставка Tokyo Game Show обещает вернуться в этом году. Состоится это в виде некоего гибрида цифрового и мероприятия в живом формате, что пройдёт с 21 по 24 сентября. А поскольку до её старта осталось меньше двух месяцев, был объявлен список участников. В рядах сопричастных можно без труда заметить крупных издателей и разработчиков. Среди них студии Square Enix, Konami, Bandai Namco, Capcom, Koi и Tecmo, а также компании Microsoft и Sega. Участие PlayStation тоже заявлено, но компания будет представлять свои новинки только в зоне инди-игр, в то время как Nintendo, напротив, будет присутствовать исключительно в бизнес-зоне. Также, помимо заявленных компаний, можно увидеть и сами игровые проекты, которые готовятся к показу на мероприятии в Токио. К примеру, от Konami стоит ждать Silent Hill 2, Metal Gear Solid Snake Eater и Metal Gear Solid Master Collection 1. А студия Square Enix привезёт Final Fantasy VII Rebirth и Kingdom Hearts 4. Компании Sega и Atlus покажут Persona 3 Reload, Persona 5 Тактика, Metafor Re-Fantasio, Like a Dragon Golden и Like a Dragon Infinite Wealth. А у Capcom на повестке дня встанет контент, планируемый аккурат после запуска Street Fighter VI, а также анонс DLC Separate Waves для Resident Evil 4, о котором ранее ходили многочисленные слухи. Похоже, что грядущая часть сверхприбыльного шутера Call of Duty рискует понравиться отнюдь не всем. К такому выводу пришёл один из известных типстеров под ником LX, что, по всей видимости, каким-то образом уже успел опробовать новинку, находящуюся на стадии активной разработки. В своём сообщении в Твиттере он недвусмысленно дал понять, что следующая игра серии будет более похожа на вторую главу перезапуска Modern Warfare, которую поклонники франшизы едва ли относят к наиболее успешным частям. В свою очередь, игроки, ожидающие пока так и не случившегося анонса новой части боевика, до последнего надеются на то, что та возьмёт все наиболее удавшиеся элементы Modern Warfare 2019 года, но похоже, что существует вполне себе осязаемый риск разочароваться. Данный пост, разумеется, не следует воспринимать как истину в последней инстанции. Разработка игры, судя по всему, ещё далека от завершения. А потому, даже если у проекта имеются определённые проблемы и недочёты, у Activision есть время на то, чтобы при желании это всё исправить. И буквально пару минут на короткие Блиц-новости. Низкополигональный инди-шутер в духе Battlefield Battle Beat Remastered вышел всего пару недель назад и уже успел покалить сердца игроков в сервисе Steam. Так, за первые две недели проект, разработанный тремя людьми, разошёлся внушительным тиражом в 1,8 миллионов копий. Ещё до запуска игру добавили в список желаний более 800 тысяч человек, в результате чего одновременно онлайн составил более 87 323 игроков, что однозначно говорит о невероятном успехе. Студия Insomniac Games сообщила, что в этом году собирается посетить San Diego Comic-Con 20 июля с целью продвижения Marvel Spider-Man 2. Компания сообщила об этом в Twitter, наряду с Marvel Entertainment, которая раскрыла состав панелей для мероприятия. Продюсер и режиссёр Джей Джей Абрамс рассказал о своём подходе к предстоящей экранизации гоночной серии Hot Wheels. По его словам, он вместе с компанией Mattel обсуждал проект продолжительное время, пытаясь понять, как его снимать. И в итоге приняли решение сделать ставку на эмоциональный, но в то же время довольно приземлённый и суровый концепт. Получится у режиссёра реализовать задуманное или нет, зрители смогут узнать с 13 июня 2025 года. На этот день была назначена официальная премьера. Согласно утечке от разработчиков зомби-боевика Dying Light 2, польские разработчики готовят масштабный кроссовер с популярным кооперативным шутером. Авторы невзначай запостили изображение, которое содержит спойлер о следующем внутриигровом событии. Судя по всему, в Dying Light 2 пройдёт ивент, посвящённый Payday 2, который даст игрокам возможность бесплатно получить косметические предметы шутера, включая фирменную маску. Компания Blizzard анонсировала анимационный мини-сериал по Overwatch 2. Он получил под заголовок Genesis. Всего запланировано три серии. Первую можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Overwatch уже 6 июля в 21.00 по Москве. А сейчас пришло время рубрики «Цирк с конями». Недавно в цифровом магазине Steam вдруг, откуда ни возьмись, да появилась игра с довольно занятными системными требованиями. Новинка зовётся Bad Egg и представляет собой рогалик, до боли напоминающий Vampire Survivors. Однако внимание любопытных игроков проект привлёк немного другим. Вот, пожалуй, при нашей жизни таки вышел проект, в который не рекомендуется играть на рекомендованном железе. Потому как если для минималок потребуется лишь, и это, как вы понимаете, цитата «компьютер твоей мамки», то, чтобы сыграть в новоиспечённый рогалик, используя все преимущества современных технологических достижений, придётся совершить много странных, казалось бы, вещей. А в рекомендуемой операционной системе указано ни много ни мало, аж Гладос, что, согласитесь, даже как-то немного пугает. И уж точно как бы намекает на то, что игрокам всё же безопаснее будет умерить свои аппетиты, а топовые машины поберечь для... да хотя бы какой-нибудь Phantom Liberty, он, как ни крути, выглядит не настолько прожорливым. А на этом завершаем наш сегодняшний новостной выпуск. Искренне надеемся, что он вам понравился. Как обычно, просим прожать палец вверх и подписаться на канал.